Говорят, когда в 19 веке в Европу вернулся моряк, который много лет прожил с туземцами в Новой Зеландии, то при виде его дамы падали в оборок. А все потому, что тело его было покрыто татуировками. Сегодня татуировка вовсе не редкость. И для многих набивание рисунка на теле не просто дань моде, а стиль жизни. Увлечение татуировкой у Артема Минкевича началось еще со студенческой скамьи. Чтобы не терять время на скучных лекциях, молодой человек начал рисовать. Спустя пару месяцев этот, казалось бы, примитивный способ времяпровождения превратился в дело всей его жизни. Татуировка, ну это такая, грубо говоря, большая часть моей жизни, потому что начиналось все как хобби, а на данный момент, ну я уже живу этим. Это не рисунок, это, ну это искусство, то есть этим нельзя заниматься, вот просто, просто взять и сделать рисунок. Ты вкладываешь часть себя в эту работу. Горячие любители татуировок ради появления на своем теле изящного художества готовы проводить сутки напролет под инструментом мастера. Но все же некоторые делают это просто ради забавы. А кто-то видит в татуировке особый смысл. Птичка Феникс, достаточно сильная птичка, которая через каждые 500 лет возрождается из огня. То есть это бесконечная сила, возрождение, никогда не падать духом. Ну как бы смысловая нагрузка у нее достаточно сильная. Девушка признается, что скорее всего гордая птица Феникс будет первой и последней ее основательной татуировкой. Такое не часто услышишь. Ведь, как правило, если человек однажды решился загнать себе под кожу краску, то его уже будет не остановить. Яркий пример голливудские звезды. На теле красавицы Анжалины Джоли в разное время красовалось более 15 татуировок. Но эти 15 татуировок – ничто по сравнению с Тимати, тело которого на 50% покрыто нательной живописью. Бесспорно, искусно нанесенный на ваше тело рисунок – прекрасный способ выделиться из толпы и заявить о себе миру. Но все же есть немало людей, которые к таким вот способам самореализации относятся с опаской. В первую очередь это врачи. При татуировках обязательно под кожу попадает инфекция. Кто бы там ни говорил, что там сильные иглы и прочее, инфекция попадает всегда. И вопросы в иммунитете. Если у человека сильный иммунитет, то воспалительная реакция, ну, будет незначительной. Если иммунитет слабый, может быть обширный гнойный процесс, вплоть до флегмоны. Бить или не бить – решать должен каждый за себя. Но все же не стоит забывать, что мода на татуировки приходит и уходит. А вот мода на красивое и здоровое тело будет всегда. Мария Рондаревич, Яна Леонович, Антон Филанович, Андрей Новгородцев. Утро. Студия. Хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова